Дорогие друзья, наука – неиссякаемый ресурс успешного развития нашего государства. Ежегодно мы получаем десятки тысяч заявок на изобретение, на полезные модели, на промышленные образцы. И эти заявки отражают ту несомненную силу науки наших технологических работников, которые делают то, что никто не делает в мире. Очень важно, что десятки тысяч изобретений в дальнейшем становятся теми продуктами, которые востребованы нашей жизнью. И, конечно, очень важно, что в 2020 году мы увидели, что наша отечественная наука очень быстро нашла средства противодействия пандемии коронавируса. Уже в мае мы получили заявки на тесты на вакцины. Роспатент зарегистрировал первую вакцину в мире в качестве патента. И она доказала свою эффективность. Уже сейчас мы видим, что во всем мире эта борьба проводится достаточно успешно. Уважаемые друзья, очень важно, что в сфере науки сейчас работают ветераны, люди, которые многие десятилетия добивались серьезных научных успехов и продолжают работать в этой сфере. Очень важно, что в сфере науки последние годы пришли молодые, талантливые исследователи, которые дают нам те изобретения, которые ждет страна. Мы видим, что в ходе этой работы ученые нашего ведомства, прежде всего эксперты Федерального института промышленной собственности, откликнулись на все потребности времени. И большое количество заявок в области фармацевтики, медицинских изделий, направленных на борьбу с ковидом, были рассмотрены нами очень быстро. В Роспатенте создана специальная быстрая система рассмотрения этих заявок, и нам удалось скооперироваться со всеми патентными ведомствами мира по обмену современной патентной информации о методах борьбы с ковидом. Этот обмен позволяет нам понимать, как развиваются процессы в мире. Я благодарю наших экспертов за то, что оказали большую помощь нашим исследователям при патентовании вакцин, дезинфицирующих средств, тест-систем. И, конечно же, неизменное наше уважение вызывают те люди, которые из года в год изобретения делают патентами. Сделав изобретение патентом, вы делаете ее доступным всему миру. Это технология, которая предъявлена миру. Получая патент, вы подтверждаете успешность своей научной деятельности. Вы даете возможность всему миру воспользоваться этими результатами. И за это вам огромная благодарность от всего сообщества и научного, и технологического, да и вообще всех граждан Земли. Изобретатели – именно те люди, которые стоят во главе прогресса. Это те люди, которых общество уважает, это те люди, от которых общество ждет решения проблем, стоящих перед каждым человеком и перед всем сообществом. Дорогие друзья, я желаю вам в День науки, в Год науки и технологий найти еще в себе силы для творчества, для изобретательства, для поддержания того необходимого уровня научных исследований, которые дают нам технологические преимущества в космосе, двигателестроении, фармацевтике и многих других направлениях, которые наша страна десятилетиями развивает. Несомненно, мы будем вместе с вами добиваться новых успехов, значимых успехов, и будем вместе работать на благо нашей страны. Поздравляю с Днем науки, желаю здоровья и успехов.